Многие читатели, которые это все читают, появились и понимают, о чем идет речь. Прекрасно понимают, какой год, прекрасно понимают всю эту ситуацию, прекрасно понимают, что еще до смерти Сталина все происходило. Ну, может, там, сразу после смерти Сталина. Да, и начинается история с его женитьбой, вот с этой девушкой Любы, которая моложе его, но он с ней ходит. Да, он учится еще в вечерней школе, то есть, конечно, он сразу пошел учиться после того, как он стал милиционером. Ну, то есть, это действительно начало 50-х годов. Ситуация с Любой, конечно, грустная, и папа ему говорит, я, послушай, парень, я не знаю, что ты там собирался, и вообще не хочу знать, кто ты и что ты, но запомни, тебе здесь делать нечего, забудь эту дорогу раз и навсегда. Да, и, так сказать, Дальше он пытается предловить некие нововведения, он пытается эту самую цыгонию как-то усовершенствовать. Он видит, что люди все выбрасывают грязь на улице, да, это, как бы, тоже такой классический мотив еврейской литературы, поскольку такая скученность, никакой, конечно, там, организованной уборки мусора не предусмотрено. На самом деле, об этом он не пишет, но и канализации там нету, и не только нет канализации, но нету и туалетов, на самом деле. В большом числе домов есть там какой-то один общественный туалет, а все остальное, как бы, происходит более-менее на улице. Он, наверное, как-то решил дальше уже не углубляться в подробности, хотя, я думаю, человек, который это все знает, может себе представить. Там приходит комиссия, он пишет какую-то комиссию, пытается пробиться наверх, ну, будучи человеком, конечно, очень советским, как бы, верящим и хотящим верить в то, что советская власть действительно хочет, с концов, жизнь наладиться, сделать жизнь лучше, он решает через голову, как бы, начать обратиться к этой комиссии. Комиссия приходит, смотрит, пытается что-то сделать, ничего не делает. А начальство он отключает, нагоняя, и, опять же, это его ставит на место, опять же, это вот его потолок. Так, ну и что, собственно, происходит в конце? Да, ну вот тут немножечко, может быть, по поводу его предложений, вот это на, если нет номеров, страниц. Да, Шапсович и сам, в общем, понимал, что город растет, что многие семьи живут в подвалах и полуподвалах, в тесноте и в обиде, что есть более важные вещи и в городе, и по всей стране. Он каждый день читал газеты, слушал радио, не пропускал ни одного политзанятия. И все-таки никак не мог взять в толку. Столько лет прошло после войны, люди, слава богу, постепенно пришли в себя, освоили целину. И вот первый человек, Юрий Гагарин, прилетел в космос. И в то же самое время люди с ночи стояли в очередях у хлебных магазинов. Шапсович приходилось вмешиваться, наводить порядок в булочном. Стыдно граждане перекрикивал он горлазных хозяек. Не голод же у нас, только этого не хватало. Мало мы наголодались в войну, да и после. Да, это тоже как бы очень интересная привязка во времени, сделанная совершенно, так сказать, просто даже отточим, да, значит, что имеется в виду после. Ну, войну понятно, да, а после. Вообще, какое время, когда это все происходит, в каком году? 53-й. 53-й. 53-й, там, это происходит в 63-м году совершенно, как будто Гагарин. Я тоже помню. Вот, и очередь за хлебом, это тоже такой вот мотив, который, опять же, ну, как бы, может что-то значит, а может и ничего не значит, да. Но, на самом деле, конечно, для читателя, на котором это написано, это все очень-очень значимо. Вот, и когда они говорят, да и после, да, то речь идет о голоде, значит, послевоенном, который, как бы, официально никак не был признан. Да, но который во всех, опять же, воспоминаниях присутствовал, не там, голодоморок, там, 32-го, 33-го, а вот сразу после войны. Ну, и тут этот вот естественный конфликт между идеологией, между тем, что, в общем, жизнь как бы идет вперед, Гагарин летит в космос, а в этом цыгане как-то жизнь застыла, и, в общем, ничего не происходит. Люди как жили, так и живут. И дальше такая забавная, смешная новелла, абсолютно взятая у Гоголя, как поссорились Кринфельд с Кринблитом. То есть, видно, что, конечно, просто, я не знаю, Борис, не мог удержаться, вот просто не вставить вот такой вот замечательный фольклорный мотив о ссоре. Я не знаю, насколько у нас ссоры представлены в этих во всех материалах и наградистах, но я думаю, что можно на эту тему найти много интересного. И дальше он начинает думать о том, как меняется жизнь, что вот жизнь вроде бы социально становится лучше, а люди как бы становятся хуже. То есть, эти ссоры, дрязги, они как-то, люди, значит, становятся более наркантильными, такой естественный мотив. И сейчас все это можно услышать. Раньше вот действительно все друг другу помогали, а теперь каждый думает о себе, не думает о другом. И в каком-то смысле это может быть свидетельство того, что он сам становится старше, и прошлое как-то становится более таким идеальным. И еще интересный эпизод, который дальше у Сандлера получает развитие, но уже в более свободное время. Конечно, это довольно сочная такая, сочная, мне кажется, сочная картина. Незадолго перед этим в городе проявили антирелигиозные кампании. Опять же, какое время? Хрущевская. Да, Хрущевская, так сказать, гонение на церковь в синагоге, когда вдруг, как бы, на самом деле, вот в самые такие мрачные годы, там, в конце 40-50-й синагоги открывали, мы это знаем, опять же, в Вершите, допустим, в 40-м году открыли синагогу и позволяли, во всяком случае, определенным группам людей при этих синагогах так-то существовать. А тут, вроде, с Бухты-Барахта в 63-м, 64-м году, в 62-м, 63-м, начинается кампания совершенно такая целенаправленная, ясно, как бы, из Москвы, по закрытию, не только закрывают церкви в синагоге, а еще и сносят. Почему сносят исторические здания, которые давно не используются в качестве культовых? Ну, спальники. Да, то есть сносят там кинотеатр, который находится в синагоге, я не знаю, там, какого-то. Киночок, спортивный зол. 16-го века, ну, спортивный зол, ладно, но сносить здания 16-го века двухметровыми, да. Да, где нет прихожан, значит, никто его как-то не эксплуатировал, просто так, чтобы использовать. Да, то есть полный абсурд. И здесь, по-моему, этот абсурд замечательно, у него приняты. Верная религия, все верная религия, окна для народа. Но как это выглядело, до чего додумались. На открытой грузовой машине развезли по всей цыгане нескольких верующих стариков, завсегадые в синагоге. Их так и взяли, в талисах, на плечах, не в моргах. Машина то и дело ухала в ухаба, и старики смешно замахивая руками, хватались друг за другом. Это называлось наглядной агитацией. Ввозив стариков два часа, их отпустили с мира. Шапсович помог им слезть на землю. Дальше, вот в следующем романе, у Сан-Девен, этот эпизод развит, когда там в синагоге, значит, в субботу старики молятся. Приходит молдаванин, милиционер, наедущий им говорит, что, ребята, извините, я себе ногу закрываю, а у вас давайте в грузовик. И дальше все вот это происходит. Этот самый Шапсович помогает им слезть на землю. Опять же, деталь очень короткая, но и понятная, но она показывает его характер. И дальше вот это вот, переход, вот эта важная фраза. Нет, в Бога он не верил, но не мог человек быть без веры. Шапсовичество верил в Верховного. Так что после 56-го запутался в конец. Почти всю свою жизнь, сначала в армии, а потом и в милиции, он старался точно исполнять приказы и не имел привычки их обсуждать. Он чувствовал себя маленьким винтиком огромного, хорошо отложенного механизма. Почему же так совестно было смотреть в глаза тем жалким старикам? Разве их выставили на посмешище самих себя? Ну вот, тут у него уже возникает какая-то такая, не только какие-то сомнения, не только запутываются, но, во всяком случае, у меня есть какая-то критическая позиция по отношению советской власти. А советская власть тем временем меняется облик города, опять же в 60-е годы, сносится. Центр города стал потихоньку меняться. Ставили еще с довоенного времени оставшиеся постройки, значит, на центральной улице, мануфактурные магазины, чеки, фотоотелье, парикмахерские, вытянувшиеся вдоль бывшей Александровской, это, наверное, теперь, значит, это начало мара, да? Между ее, было и Ленина. Да, Ленина, значит... Александровская, Ленина, Штехнича. Да. В один прекрасный день гуртом снесли, и все это место заняли асфальтом. Абсолютно типичная, как бы, ситуация для этих мест. Теперь город мог гордиться широкой пустынной площадью, где два раза в году на 1 мая, 7 ноября проходили праздничные демонстрации, где под Новый год установлен здравленный столб, весь в дрых от гвоздей и так далее, значит. К нему приколачивались снизу вверх маленькие пушистые елочки, то есть делали такую довольно абсурдную елку, поскольку, в общем, я думаю, найти здесь большую такую вот елку, которую можно привезти и поставить на эклама, то есть это довольно трудно, нет? Нет, кодры у нас есть, кодры. Все, хорошо, значит. Кодры были бы ничего приколачивались. А, да, но они, тем не менее, приколачивались. Дальше, вот это интересно. В будние дни площадь пустовала, но по субботам там устраивали гуляем. Из нижних кварталов, то есть из бедных районов, поднимались к ней на променады обывателя. У народа это называлось «идти в город». То есть город – это не город, весь город, а это, вот Цыганея там где-то у него написано, это как бы местечко, потому что там люди из местечка. А город – это… Да, но она, мне кажется, еще не читала Санкт-Петербург. Нет. Да. Значит, город – это вот часть, понятно, это все знают, это вот породная часть – идти в город. И там они гуляют. Народ, да, разнаряженный, расфуфыренный, кто как мог, крутились семьями и парами из одного конца площади в другой и обратно. Встречались, собирались с кучками, обсуждали последние события в городе, республике, в стране, а потом снова расходились и так до темноты. Вот это вот ритуал гуляния, который был во всех… Шпацельный что-то. Шпацельный что-то. Да? Вот, я не знаю, помните, как это было? Помню. Энцерик. А инцерик? Энцерик. А что… Очень много людей потратил. А о чем они разговаривали? О своем. О политике. О своем. О политике, да? А в Кишиневе это тоже? Да, есть места, в которых всегда встречались евреи, много сидели и говорили, люди уже уезжали, флот, что-то такое, флот. А где я больше не знаю? Это возле… Огранного зала. Огранного зала, да, вот за органным залом, сразу вот такой… Скверик, скверик. Там гостиница есть, и вот там евреи всегда собирались. Была необъявленная часть. А у нас, да, это абсолютно. А у нас на ботанике тоже в парке там всегда собирались, говорят, выгибли. А когда это кончилось? Когда выезжали и все. Когда выезжали. Когда началась перестройка, перестройка, все это. То есть до перестройки, да? Да. Да, у Сандерс здесь, значит, но вскоре телевизоры засветились почти в каждом доме и на площадь ходить перестали. Крайний Семенович Брехман, он узнает эту фразу, практически по мне не меня ни одного слова, в ее последовательности. Да. Что Лиза, как бы он прекратил гуляние по Киевскому. Это правильно. То есть, вообще не надо никогда ехать, чтобы все это… Ну, нужно к шляпке. Ну, да. Книжки надо, что-то. Нужная наша профессия. Вот, то есть, конечно, люди, по-видимому, еще продолжали гулять, но вот, видимо, вот этот вот момент, когда все стали смотреть телевизор по домам, да, он как-то вот это вот… Разъединил. Разъединил. Вот. Ну, затем вот тетя его умирает. И последний эпизод, который, собственно, его и, по-видимому, на этой жизни кончается, это вот ему дают, значит, медаль «30 лет победы», соответственно, это какой год? Значит, 75-й. То есть, мы переходим, у нас там, начинается это все с 49-й, потом где-то начало 50-х, затем начало 60-х. И 75-й год. Да, то есть, он берет вот 10-летний такой… Как бы шаг, да, и перескакивает. И в каждый вот этот вот исторический момент он выбирает те события, которые действительно наиболее ярко отложились, как бы, в памяти. Да, то есть, то, что очередь за хлебом, закрытие синагог, гуляния, которые подводят, так сказать, к началу 70-х, да, и, опять же, к началу от Алии, особенно из этих мест, которая тоже изменила, как бы, всю, весь характер еврейской жизни. То есть, оказалось, что не только, как бы, с горизонта граничен Одесса, я не знаю, Киева, Москвы, а есть и какие-то более дальние, более привлекательные места. И, соответственно, разрушение вот этого традиционного уклада, на самом деле, вот все эти гуляния, эти ссоры, эти споры, значит, все это, все это людей как-то разъединяет. И последний эпизод, я не знаю, дочитали вы до него, да, что там, как бы, что в конце концов. А, ну, его встречает друг, его встречает друг, с которым он много лет не виделся, с которым он вначале там описан, как он играл с ним. Да, как он с ним играл, помните? Они в Поповский сад лазили. Да, они лазили в Поповский сад, а друг он был с какой семьей? Бокалейщиком. Бокалейщиком, да, и что он с ним? На двале сковороженных, на двале отри менял седочки. Да, у него бабушка, значит. Тетя, тетя, тетя. Тетя Бася там, да, значит, у него там жмых, а вот он менял семечки на двале сковороженных, да. То есть, как бы, эти отношения уже с самого начала заданы. Потом, через много лет они встречаются, и, собственно, что там происходит? И этот приятель его, вызывает его к себе в гости, как-то его не видел, опять там садятся, ну, выпивают, все, и приятель на сцену приехал. И сын так еще как-то странно себя ведет, потому что он не очень там осторожно все это смотрит. Но в итоге все это заканчивается тем, что приятель говорит, что вот тут сын попал, это нехорошее дело за там всякие... Да, сын там родец в магазине, значит, дефицит. Нацист, так и родец, и вот, да. И как бы его надо выручить, как бы так, вот променуть. Да, просит его познакомить со следователем, понятно. И тут для него, на самом деле, это конец всего, то есть крушение полностью того мира, в котором он прожил вот эти 30 лет после... Интересно, там наливают ему коньяк, значит, соответственно, там белый айст, я не знаю, какой, белецкий, то есть вся эта, мне кажется, фактура замечательно передана, и конец тут такой какой-то... И он идет, как бы зажал уши руками, бросился всем корпусом головой вперед на эту серую, глухую стену, свой последний атак. Он был контужен, то есть каждый раз эта контужия к нему возвращалась в такие моменты нервного напряжения, и это как бы крушение его мира, вот именно действительно в середине. Он с ума сходит? Да, потому что он умирает просто, я не знаю, что у него там, инфаркт или что-то такое, но просто от того, что он так вот, как бы вот он видит, как вообще говоря, вот этот вот мир, ну, конечно, не сам по себе мир, а его представление об этом мире, как оно постепенно-постепенно... Там еще вот это, конечно, говорится про войну, что сейчас он сейчас еще скажет, начнет, что вы проливали свою кровь за вас там. Да-да-да-да. Вот. То есть вот это все построено, как вы видите, очень как бы, ну, просто, в общем, да, то есть берется там три, соответственно, момента во времени, там, конец, срыв, начало 50-х, 60-е и 70-е, ни слова не говорится, конечно, об отъезде, об эмиграции, там, все это, естественно, в 81-м году никак не упоминается, но ситуация описана с помощью деталей, которые не, как бы, не проработаны полностью, то есть он вам ничего не объясняет, он как бы просто намекает на это, то есть он как бы вот тем, кто все это знает, он показывает вот такую вот историю. История, в общем, тоже достаточно знакома, в ней есть такой некий моральный урок, мне кажется. Ну, я не знаю, какие-то еще у вас, может, еще какие-то детали, или что-то в этой истории вам оказалось интересным. Что-нибудь еще вспоминается? А вот эти шесть, которые там как бы в фону, они вот для чего как-то есть? Может, это вот то, что он говорит, это типа шестерка. Да. Да, он, да. А на ИДИШ есть как-то эта возможность? Вот я не знаю, к сожалению, я пошел в библиотеку взять книжку на ИДИШ, но там она куда-то в отделе редких книг и отправлена. Это что? Я пошел в библиотеку сейчас, чтобы посмотреть на ИДИШ несколько моментов. У меня есть. Ну да, но это я не успел. Потому что я думаю, мы долго ездили. С лично ли я его принесла? Я думал, она там в отделе редких книг, а заведующий отдел на ДОП. А что конкретно вы хотели? Ну, этот рассказ. На ИДИШ. Вот, на ИДИШ. То есть там интересно посмотреть, конечно, как это сделано. Я думаю, что, конечно, на ИДИШ, хотя перевод Бродского, мне кажется, очень аккуратный, поскольку он, естественно, понимает, о чем идет речь сам отсюда. Все это у него хорошо сделано. Но, конечно, ИДИШ тут... Я помню, с первым рассказом пришел в Шрайбон Усандле с русским рассказом. В Шрайбону так прочитал. Видит, что... Это он рассказывал о своей бабушке, о своей атмосфере еврейской местечка. И видит, что это еврейский парень. Он говорит, Светлана, зачем тебе интересовать парус? у тебя то, чего ты... о чем ты рассказываешь, ты так и понимаешь, откуда ты идешь, тебе не надо писать на русском. Надо писать. А рассказ был достаточно примитивным. Хотя тема, эта тематика такая, еврейская. Он сказал, мне это не нужно. Знаешь, вот, начинает. Ты говоришь по-еврейски? Он говорит, да, и он с тобой, и он с ним сразу стал говорить по-еврейски. Он говорит, все, надо уйти от этого. И вот есть в Кирасполе тоже Сандер. Вот надо идти к нему и надо научиться, выучить. Он не знал букв, да? Думаю, что нет. Думаю, что нет. И вот отсюда началось. С первого прихода, как он пришел с русским было сразу за ним. И он очень упорный человек Сандер. Он столько работал, как он много работал. И он быстро освоил имидж. То есть он ездил в Тирасполе? Разговорный в нем он есть. Ну, конечно. Он разговорный все это был. Он ездил к Сандер, да. Браво. Абсолютно общался. Да. Шумен Сандер, конечно, я думаю, известный большинству здесь находящихся. Автор учебника который был заведующим кафедрой немецкого языка в Тирасполе. в Тирасполе и борьбал английский и Игорь Шмей был востребован. Ну да, но он печатал в Совете Шмей тогда уроки и готовил свой учебник много-много лет. И Тирасполе это писал тогда еще. Да. И Тирасполе регулярно писал в журнал. То есть человек, который, да, но два слова о Сандере, конечно, о Шимоне Сандере, однофамильце Бориса, который очень, конечно, у него богатая и интересная биография. Он родился в Ровно. Отец у него был фельдшер. Какого он года? В Санкт-Петербурге 18-19-го. Да, ровно тогда вот только-только значит стало в Польше и учился он там, насколько я помню, в начальной школе на едише в Еврейское. А потом, поскольку там не было средней школы, его отправили в Вильно учиться в гимназии Торбут. Это очень известная Вильна. Но у них семья, видимо, была достаточной, они могли себе это позволить. Торбут, это гимназия, играл несколько во всей Польше. Гимназия, где преподавание шло на иврите. И Кема расспрашивал о том, как это все происходило. Значит, они учились на иврите. Причем, сначала их учили на ашкенадском иврите, потом на сифранском иврите. То есть, они должны были знать и тот, и другой. Разговаривали о ненавиды, между собой. Естественно, он знал польский, поскольку это все было Польшей. И в воспоминаниях у него, как в эту гимназию посещал Биалек, его выставляли значит, читать стихи Биалеку. Я том. Да, вы знаете эту историю, да? Я том. Когда там он читал стихотворение в сифранском транскрипте, значит, я том. А Биалек говорил, я том. Я том. Юс. Юс. Да. Сирота. Совсем другое дело. Сирота. И по окончании этой гимназии он не мог поступить в польский университет, поскольку она не давала аттестата то есть вот вот эта матура польского, так сказать, аттестата, но он был отдавать отдельный экзамен, сделать это. Это была сложная процедура, и в общем, явная там была дискриминация. И он уехал учиться, это был в самом начале 30-х годов в Иерусалимский университет. Поскольку юрид, он знал. Хорошо, начал учиться в Иерусалиме, но денег у него совсем не было, поэтому учиться он быстро кончил и стал работать в Хайфе в портовом рабочем, а там он соответственно стал коммунистом, и его британские власти выслали обратно в Польшу, и там он работал в санатории Медома, знаменитым учителем уже Идиша, и поступил в 41-м году, когда соответственно Польша стала советской, вот эта часть, он поступил в 41-м году, когда в Вильню должно было открыться отделение, еврейское отделение, Прилуцкий там должен был его как бы им руководить, он туда поступил, и на его счастье он уехал, я даже не знаю, куда он уехал, куда-то вот в глубь Советского Союза, то есть когда началась война, он был уже... Скажем, на Сеферскую конференцию. Скажем, на Сеферскую конференцию. Да. Вот, во время войны он был в Эдмуртии, поскольку он был польским гражданином, а после войны он там же остался и работал там преподавателем немецкого языка, который он выучил в Хайфе, поскольку в Хайфе был большой немецкий квартал, и он действительно говорил, что он свободен по-немецки, и там он написал диссертацию где-то вот в начале 50-х годов о методике преподавания немецкого, значит, в удмуртской среде, немецкий на удмуртский через русский. Вот такая хитрая методика, один язык через другой, на другой через третий. И заведовал он там кафедру, насколько я понимаю, это самый немецкий или иностранный языков, а потом он переехал уже прием пенсии в такие более теплые места в Тирасполь, и во второй группе высших литературных курсов где я учился, и он его, наверное, сумел привезти в Москву, он там работал, выписал там времени учебник, а затем он преподавал в ЛГГУ, где вот Маша с вами, значит, у него учились до самой своей смерти и умер он за два дня, по-моему, за день до выхода. До выхода в старый учебник. Да, цехи дешевья, это большая, да? Большой, да, переработанного учебника, поскольку первый учебник, естественно, чтобы этот учебник вышел, он должен был перестраховаться, и все тексты там были, колхозы, трактора. Да, абсолютно. Да, заводы. То есть заводы, да, он никак ничем рисковать не хотел. Да, и это ивритские слова все только в советской... Да, 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 да. Вот, и вот получается, что действительно, то есть два вот этих вот, как бы, Полюса Шрайбман и Сандер, которые оба оказались в Молдавии. Сандер, в общем, довольно случайно, поскольку он никакого отношения к Молдавии по происхождению не имел, но вот так получилось, что он нашел эту работу в Тирасполе. Судьба его. Да, и вот из этого вот получилось... Да, ну, ну, а теперь у нас есть еще коротенький рассказ Фельдзенбала, мне кажется, совершенно в другом ключе. Фельдзенбал немного старше Сандлера, родился он на Украине, но вырос он тоже в Бельцах. Человек, человек другого несколько склада и темперамента, скажем так, более такого художественно-арктистического, можно сказать, романтического. Да? Очень обаятельный человек. Да. Человек, безусловно, для меня талантливый, обаятельный, да, и как бы привыкший себя и в театре, и в литературе, и на самом деле автор вот замечательного романа, который... Ну, я сюда его не включил, поскольку это большое произведение, которое, как-то, мне кажется, требует отдельного, такого, более обстоятельного разговора. Во-первых, ну, что вообще роман найдешь, да, во-вторых, роман действительно написан в совершенно такой новой, экспериментальной манере, эти субботние спички Шабаздыки Швебрух, который усилием и чернина переведен на русский язык, ну, и издан там каким-то минимальным тиражом и недоступен. Русский тираж, по-моему, в пять раз больше ежского. Да. Ежский гейсты их играли, а русский по полторы тысячи. Но как его, где его можно получить? Русский? Русский, да. В Москве. Ну, а где? Ну, когда была презентация, там, по-моему, раздавал по столу в качествах. Да. Когда была презентация. В принципе, и есть некоторые остатки в разных организациях. Ну, да, то есть он, в общем, ни в какую продажу не поступил. Ну, такой самовейный, как бы, не знаю, не вязать. Да, что, конечно, очень интересно, потому что, допустим, этот самый год за годом «Альманах» и вообще книги советские и еврейские писатели сдавались тиражом, мне кажется, минимальным 30 тысячам. Наедешь две тысячи. Наедешь две, но по-русски... По-русски у них и уже сто тысяч. Тридцать, а потом сто, да, там была такая. Называется массовый тираж. Да, вот считал, что их некому читать. Наедешь. Ну, да, но наедешь, наверное, две тысячи, это действительно отражало как бы реальную ситуацию людей, которые... Они стояли в магазинах в Москве, я помню, никакой особой проблемы купить, эти книги не было, не во всех магазинах, но... Что касается русских, тут я могу сделать такое странное небольшое отступление, вот действительно эти книги, которые в 70-80-е годы переводились, и переводились неплохо, почему-то никакого особенного ажиотажа среди, скажем так, столичной еврейской интеллигенции не вызывали. Если книга была написана по-русски на еврейскую тему, то это было событие, не знаю, Дина Калиновской. Рыбаков, да. А если книга переводена с еврейского, то почему-то оказывалось, что это литература народов СССР, что это такое. И замечательные книги, которые сейчас действительно мы перечитаем с большим интересом, и мы видим, сколько там, вообще говоря, интересного написано, и не только содержательное художество, но тогда они... люди покупали некоторые или выписывали только патриотичность. Ну да. Не читая, не читая только русские части. Не умеют читать. Ну да. Лучшая рецензия, когда, так сказать, у нас произошел такой маленький в размерах нашего маленького местечка взрыв интереса к самого Гордону, ну последний там вот, который мне дома стоял, на самом деле, откуда он взялся, я из-за дома на стол, просто не принялся, не врачи-то не при этом. Значит, я отдал Сашу Левого, Сашу Курочеву, первую поместь в этом сборнике 17-го года домой, которая называется Алл Шлейфер. «Слушай, это совершенно то же самое, что Шоша, и это чистая правда». Шоша имеется в виду роман Большой Резинги. это чистая правда. Ну, можно обсуждать хороший роман Шоша или плохой, но роман, который, когда он вышел, он, в общем, был большим событием. Да, я не большой полковник этого его произведения, но вообще, говоря, это написано на ту же тему, тем же материалом, та же проблематика, тот же, так сказать, надрыв, и вот. Кто читал Салл Шлейфер, Самуила Гордона тысяч экземпляров застрелились, таких тиражей теперь не бывает, как бы сказать, никогда. Какая-то загадка природы. Да, действительно. Вот. Да, ну и вот этот маленький рассказик Фильзенбамы, который, по счастью, у нас более-менее целиком тут скопирован, хотя без верхних. Рассказ о учителе. Это рассказ, я не знаю, насколько он автобиографический, дело происходит в Черновцах, но, в общем, не обязательно автобиографический рассказ. Ну вот, замечательный первый абзац, да, если мы его прочтем. Да, зима была долгой, за несколько дней до праздника пули в небо стало высоким и прозрачным, выглянуло теплое солнце, от снега и следа не осталось, и птицы засветились в ожидании весны. Но как раз в канун праздника нагрянула вдруг баба Евдоха со своими дикими плясками, и целый месяц шел снег, шел дождь, велюка, холодный ветер. Кто такая баба Евдоха? Кто знает? Ну, перед началом весны она начинает тратить свои шубы, то есть предвестницы весны. А кто она? Это я не знаю. Она одна или? Одна. Она одна. А? Ну, это как баба Яга, баба Яга Эдь, ну, так баба Евдоха, голодская, тронская, голодская. Ага, а что она? Она тросит в свои шубы, варь, да, отрывает шубы. А, я слышал. Предвестницы. Отлично, еще кто-нибудь? Ну, последние холода. Ага, да, а вот как с пуревом она как-то связана? нет, Параллельно. А почему она здесь с пуревом, что-то? Потому что мы ее говорим. А, говорим, как это у вас там называется? Крадиции. А почему она уехает? Потому что она из Молдовы, и это все нормально. Потому что это примерно в это же время. Ну, вот с пуревом есть какая-то у нее связь? Время совпадает. Ну, понятно, что время совпадает, так сказать, весна, как бы, неустойчивая погода, когда действительно последние там какие-то... может быть, как кармаральный такой образ. Может быть, это... А сейчас... Нет, эстер-старости. Эстер-старости? Да, ну, Маша. Ну, надо тебе сказать. Не нужно мне. Свет. Ну, расскажите, расскажите. Да, ну, вот, когда мы... когда мы, значит, спрашиваем, тут очень частый мотив, действительно, вот эта мифология, не только румынская, то есть, и на Украине, это... этот персонаж присутствует, действительно, трясет свои там какие-то одежды, юбки, из-за этого вот сыпется все это с неба. Труха, но еще она, значит, крутит с Хамоном. Значит, есть Хамон, да, который персонаж из книги Эстер, и непосредственно связан с Пуримом, вот, и у нее с ним какая-то там, какая-то такая странная, значит, любовь-не-любовь, во всяком случае, вот именно все это сыпется, не просто потому, что она одна, а потому, что она с Хамоном как-то вот там крутит. Это очень интересная как бы встреча двух совершенно разных мифологических персонажей, когда Хамон и Емтоха начинают там крутить какую-то любовь. Это то, что Маша рассказал. Да, да. Сегодня. Вот, наверное, она присутствует и отдельно, но вот с Пуримом, конечно, это она, Хамон он тут, я не знаю, почему-то не обставил. Не обозначил. Не обозначил. На сарабской традиции в нескольких версиях обозначил. Может быть, но опять же, как бы вот эта вот отсылка вот к этой вот народной, естественно, вот южной украинской беззарабки. Я не знаю, насколько она присутствует в Литве, но там, в общем-то, и погода другая. Там в это время... На лыжах кататься надо. Да. Там время прихода весны. Да, да, да. Вот. И дальше здесь, значит, речь идет об его учителе. То есть здесь, конечно, тема совсем другая, тема как бы такая личная, это вот эта вот тема преемственности, каким образом, собственно, вот это вот знание и передается. То есть человек, который до войны закончил гимназию, и живу, и кто, кроме того, семинарию, учительскую семинарию, знал еврейскую литературу, ее любил, жил бедно, там замечательная история про то, как вот он, значит, женился на этой шурочке, которая у него отняла квартира, а потом повесилась. И затем он вернулся в Черновцы, и там вот он живет таким вот одиноким интеллигентом, и ему на самом деле ему не хватает кого-то, как бы он мог взять себе ученики, то есть продолжить вот эту вот традицию, человек, который получил образование учителя и не в состоянии учить. Я думаю, что здесь в Удзенбам, конечно, понятно, что здесь как бы вот эта вот проблема преемственности, проблема обучения, да, получение вот этих знаний, она здесь на самом деле так или иначе обыгрывается. То есть то, чего не было, не было в советской системе, допустим, литература была, там даже театр, как это было, а образования не было. Ну и даже я не знаю, что здесь может быть интересно, если вам что-то здесь такое бросилось в глаза. Опять же, человек этот умирает, умирает он прямо перед Пейсахом, значит, между Пулем и Пейсахом вот это время какой-то неустойчивости, время, так сказать, прихода весны, но время непонятного какого-то такого промежуточного. ежные мон我有 , который busy, протяжении, какого-то трех 여러�ентина, я не могу ничего, что там остается beating, болит. Сергей Масеевич, мы тоже вчера узнали. Мы только вчера и начали, мы до этого ездили. И вот эта вот неустойчивая погода, когда еще тепло, а еще какая-то перемена может наступить, могут дожди пойти в советской дуре. Ну вот, это же метафрот теперь, как универсальная метафра, на пути к весне. Ну да, мне кажется, что здесь такой смысл, конечно, очень явный, потому что вот это вот время, когда это Евдоха еще трясет своими губками, оно как бы нас отсылает к некой политической ситуации, скажем так, накануне перестроить это. Мне кажется, довольно прямо сказано. И, конечно, вот здесь для него важна вот эта вот культурная преемственность, причем не культура не в смысле ее бытовом, таком, как и Сандера, таком вот вместе чехолом, так сказать, самом простом, а в высоком смысле. Да, это человек, который читает книги, который знает иврит, который, знаю, учился в Вене, для которого культура, то есть вот этот вот интеллигент, оставшись чудом уцелевший, который очень хочет, так сказать, стремиться, передать свои знания. И вот эта картина «Шагала прогулка», конечно, прогулка над Витебском, нравится, так, когда он там летит. Я очень люблю, знаю, как свои пять пальцев, но только сегодня дошел до меня, кажется, истинный смысл этой картины.